Уда, интересно, как вам удается с такой экспрессией и силой петь в течение двух или даже трех часов концерта? Раскройте свой секрет. Я не знаю. Видимо, это моя природа. За этим нет никакого секрета. Конечно, иногда бывает сложно, но я не умею по-другому. Ваше отношение к Вольфу Хоффману, как к гитаристу? Мне кажется, Вольф не типичный гитарист. Он играет иногда очень быстро, но в его игре всегда много чувства. То, что идет от сердца. И когда он играет, мы с ним как бы соединяемся. Сейчас стало модно проводить рок-концерты здесь, на Красной площади. Если бы это случилось, для меня было бы очень здорово сыграть на таком историческом месте. Я очень хотел бы этого. Вольф, а давай сейчас вспомним, как ты первый раз взял в руки гитару. Мне было тогда 14 лет. Это была дешевая гитара за 20 марок. Без всякого имени. Акустическая. Я играл целый год на акустике, перед тем, как начал играть на электроинструменте. То, что я начал с акустики, мне очень помогло, потому что я считаю, это хорошая школа. А мечтал ли ты о своем блестящем гитарном будущем, когда только начинал играть? Да, это была всегда моя мечта. Даже тогда, когда я играл с трудом. Тогда мы с друзьями представляли себя большими рок-звездами. И мы делали, например, очень смешные вещи. У нас не было усилителя, и мы приспособили радио. Стаскивали приемники в кучу и ставили их друг на друга. Получался как будто бы большой маршал. Мы ставили звук на полную катушку и прыгали по детской, изображая из себя рок-звезд на сцене. Питер, расскажи, как ты пришел в Акцепт? Мы живем в одном городе и даже в одном районе. У меня была своя группа, и мне не нравился УДА. Но потом я все-таки присоединился к Акцептам. Они уж очень громко играли, мне это понравилось. А почему ты стал играть именно на бас-гитаре? Это очень просто. В этой группе, где мы играли, было три гитариста. И нам нужен был бас-гитарист. Тогда мы взяли спички, и мне попалось короткое. Питер, а что бы ты мог сказать о Вольфе Хоффмане? Я думаю, он один из лучших гитаристов. Я играл со многими гитаристами, например, Джоном Норумом. Но никто, как Вольф, так не относится к гитаре. Мне очень нравится его именно классическая база. Скажи, а легко ли тебе играть с Хоффманом в дуэте? Да, мы как два пальца на одной руке. Мы как одно целое. Вольф, так не относится к гитаре. Ты знаешь, многие думают, что музыканты, играющие в стиле хэви-метал, и в жизни такие же, как на сцене. Действительно ли это так? Да, конечно. Моя жизнь отличается от цинического имиджа Вольфа Хоффмана. Я не ношу, например, кожаную куртку, когда я дома. Я выгляжу на сцене так, как нравится это людям. Но мой внешний вид на сцене ничего не говорит о моей внутренней сущности. Ты знаешь, некоторые люди считают металлистов, но не совсем уж нормальными людьми, не такими, как все остальные. Что ты об этом думаешь? Я не думаю, что металлисты так сильно отличаются от обычных людей. Я, например, как все, люблю свой дом, люблю смотреть телевизор, люблю заниматься домашними делами. Металлисты делают свое дело так же, как другие. А для меня это еще больше, чем просто работа. Это стиль моей жизни. Металлисты 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 Из привкусу испанской гитары. По крайней мере, мне так кажется. Вольф, многим зрителям будет интересно узнать, что ты используешь на концерте. В первую очередь, конечно, гитара. Это Gibson Flying V. И на ней специальный активный звукосниматель AMG, работающий от батареек. Этот гибсон у меня уже 15 лет. Я знаю, что ты пользуешься вибратором, а на этой гитаре его нет. На этом гипсоне он не предусмотрен Это на другом инструменте, я могу вам показать А это что за инструмент? Вот эта гитара Это корпус от модели Fender, а грифы я меняю, используя от разных моделей Наверняка многим гитаристам хотелось бы узнать, какие усилители ты используешь Вот эти усилители, это Marshall Я пользуюсь также колонками фирмы Marshall Потому что они лучше других подходят мне Усилитель мы положили в другой корпус Он модифицирован для чистого звука и для смешанного Я сейчас вам покажу Это чистый звук А это смешанный У тебя свой фирменный медиатор? Да, у меня свои медиаторы Вот видите надпись Accept? Он сделан по заказу из жесткого пластика Я знаю, что ты держишь медиатор как-то особенно, не так как другие гитаристы Да, ты правильно это подметил Никто так не делает, как я, когда играет быстро Вот как я его держу Ты еще как-то интересно прижимаешь струны Да, я прижимаю струны вот этой частью руки Чтобы звучало так Вольф, что бы ты пожелал начинающим гитаристам здесь, в России, которые смотрят сейчас тебя? Что? Ну что можно посоветовать? Лучше Вольф, говори, пожалуйста, на камеру Окей Ну, если вы захотели заниматься гитарой профессионально Нужно набраться в первую очередь терпения Вообще-то здесь нет каких-либо особенных советов Лучше начинать с самого простого Играйте в гаммы Ну и, конечно, можете начать с простенького рок-н-ролла Но это кому что нравится Так что вот все, что я могу вам посоветовать Может, ты покажешь свои какие-нибудь оригинальные звуки Ну, понимаете, у меня нет уникальных звуков Но кое-что я вам покажу А это звук, на котором я люблю играть соло Спасибо, Вольф Ну, а напоследок скажи Кого же ты считаешь самым крутым металлистом? Может быть, я вас удивлю Но это, по-моему, великий русский Чайковский В его музыке я нашел много нового для себя И когда мне необходимо вдохновение Я ставлю пластинку Чайковского Да, конечно, он сильно повлиял на меня Это, по-моему, великий русский Чайковский ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА